Диана Станкевич Диана Станкевич По последним данным Минздрава, 21 162 пациента уже одолели коронавирус и выписаны из больниц. С начала вспышки заболели 45 981 человек. Проведено без малого 600 тысяч тестов. Март в связке с Минздравом призывают владельцев магазинов, кафе и мастерских обеспечить работников средствами защиты. Выдать маски, перчатки и антисептики. Выпечку продавать в упаковке. Регулярно проводить в помещениях дезинфекцию. Внезапные проверки показали, не все соблюдают меры профилактики. Крупных торговых сетей соблюдают данные рекомендации. При этом на данный момент отмечается несоблюдение именно субъектами хозяйствования малого и среднего предпринимательства. В этой связи мы будем проводить широкую информационно-разъяснительную работу для доведения необходимости соблюдения данных рекомендаций. Страны ЕС собираются обеспечить вакциной от COVID-19 всю Европу. Инициативу проявили Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Эксперты уверены, для успеха понадобятся совместные стратегии и инвестиции. Альянс уже ведет переговоры с мировыми фармкомпаниями. Сейчас в мире разрабатывают свыше 130 спасительных сывороток. Десять проходят клинические испытания. На Кирово пожилого велосипедиста сбила машина. Мужчина на двухколеснике ехал по тротуару. В какой-то момент выскочил на проезжую часть. Зебра была в 100 метрах. Водитель иномарки не успел затормозить. От удара горожанин вылетел из седла и буквально впечатался в лобовое стекло. Пострадавшего госпитализировали в травмпункт. Чудовищная находка в частном секторе города. Это продолжение. Бобручанин, откопавший человеческие останки у себя в огороде, рассказал, как это было. Мужчина стал рыть на участке траншею и обнаружил завернутый в полимерный пакет кости. Рядом лежали черные сапоги. Согласно плану, на выделенном участке мы копали фундамент под баню. Копали, копали. И то, что было там покладено, мы разрыли. Вот труп в полную величину. Все целы на месте кости. Я на своем веку насмотрелся этого счастья. Поэтому я спокойно отношусь к этому. Эксперты установили, что жертва предположительно женщина. Скелет пролежал под землей несколько лет. По предварительной информации, скелетированные останки принадлежат женщине. Давность захоронения несколько лет. Бобруйским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас следователи выясняют личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Всех, кто владеет хоть какой-то информацией, просят позвонить по номерам, указанным на экране. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Обновленное правительство, переработка нефти и смерть на рельсах. В столице мужчина попал под поезд. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. У президента Беларуси кадровый день. Новым премьер-министром страны стал Роман Головченко. Ранее он занимал пост председателя Госкомвоенпрома. Николая Снапкова назначили первым вице-премьером. Должность замглавы администрации президента занял Дмитрий Крутой. Руслан Пархомович возглавил Министерство строительства. Петр Пархомчик промышленности. Юрий Селиверстов финансов. За сферу ЖКХ теперь отвечает Андрей Хмель. Игорь Луцкий стал министром информации. Проседателем Комитета госконтроля назначен Иван Тертель. Дмитрий Пантус возглавил Госкомвоенпром. Ранее, напомним, Александр Лукашенко отправил действующий состав правительства в отставку. Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 миллионов тонн нефти. Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. В июне по трубе «Дружба» поставят еще миллион тонн. Также ждут первую партию черного золота из Америки. В столице мужчина попал под поезд. ЧП произошло на станции Минск-Южный. Человек упал на рельсы, машинист заметил его. Стал сигналить и включил экстренный тормоз. Избежать наезда не удалось. Пострадавший скончался мгновенно, милиция проводит проверку. Совмин определил требования для оказания СПА-услуг. В салонах должны предлагать клиентам лишь процедуры, указанные в меню. Сотрудники обязаны рассказать про используемые ингредиенты и срок годности, предупредить, сколько времени потратит человек и от чего зависит цена. Если у гостя есть противопоказания, открытые раны или явные признаки опьянения, исполнитель вправе отказать в услуге. Чемпионат страны по легкой атлетике планируют провести с 31 июля по 2 августа. Спортсмены проявят себя на площадке столичного стадиона «Динамо». На соревнования могут приехать титулованные атлеты из других стран. Для болельщиков, в свою очередь, подготовят развлекательную программу. Лето, солнце, жара. Оздоровительные лагеря вовсю готовятся встречать маленьких гостей. В Бобруйском районе детей примут в здравницах «Ромашка», «Мечта», «Щатково», «Бобренок-2010» и «Птич». Цена путевки зависит от возраста ребенка. В городском управлении по образованию сообщили – места еще есть. Загородные оздоровительные лагеря примут ребят на оздоровление с 15 июня. Лагерь «Мечта», «Ромашка» и «Щатково» примут более 2,5 тысяч детей на оздоровление. В летний период большое внимание будет уделено и безопасности детей, в том числе и с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Во время заезда у воспитателей и подопечных измерят температуру. В корпусах установят антисептики. Помещения будут убирать с использованием ДЭС-средств. Мебель в столовой расставят шагом в полтора метра. В этом сезоне родителям запрещено навещать детей. В Бобруйске заработали студотряды. Молодежь трудится на главных строительных площадках города. Проводит косметический ремонт в общежитиях. Помогает лесникам. Мария Бушкевич продолжит тему. Строители в детской больнице выполняют последние штрихи. Уже закончили отделочные работы. Осталось полностью закрыть фасад декоративными панелями, расставить мебель и технику, провести капитальную уборку и высадить во дворе цветы и деревья. На помощь пришли парни из студотряда. На площадке шутят. Эти умельцы берутся за любую работу. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того. Я. Да подождите вы, гражданин. В этом году студенческие отряды назвали в честь героев Советского Союза. Молодежная команда профессионально-технического колледжа выбрала веру Хоружу. Для большинства юношей летняя занятость – возможность не только получить опыт, но и заработать. Честь поработать на социально значимом объекте. Работу выполняем разную. От уборки этажей, от строительного мусора, помощь рабочим. В автотранспортном педагогам помогают ребята из сервисного отряда. Готовят кабинеты к ЦТ, перебирают бумаги. Сам процесс для абитуриентов будет очень уволнительный. Это гарантированно. И мы пытаемся сделать его удобнее для них, чтобы им было комфортнее находиться тут. Учащиеся лесотехнического колледжа трудились в зеленых зонах района. Команда из аграрно-экономического привела в порядок свое общежитие. Сегодня очередная группа помощников отправилась на Бобруйска-Громаш. Как говорит республиканский штаб студенческих отрядов, труд крут. Труд облаграживает действительно человека. Ребята с большой охоткой идут в студенческие отряды. По всему городу в молодежных командах работает почти 40 человек. В БРСМ отметили – места для желающих присоединиться есть. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Тепло и без дождя. Впервые за неделю в городе на Березине установилась сухая комфортная погода. Утром столбик термометра замер на отметке в плюс 7. Днем подтянулся до 18. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Синоптики уверяют – уже завтра в страну придет теплый воздух из южных широт. Днем в некоторых регионах потеплеет до 24. В субботу будет дождливо, но до плюс 27. В воскресенье днем по юго-востоку ожидается и вовсе 29 градусов выше нуля. На следующей неделе характер погоды сохранится. И пусть пекло еще предстоит, солнце уже то и дело выглядывает из-за туч. И позаботиться о своей коже нужно уже сейчас. Поэтому перед выходом лучше нанести СПФ-крем. В Норвегии оползни унесли в океан 8 домов. Чрезвычайные службы успели эвакуировать людей. Сотрудников управления водных ресурсов и энергетики призвали оценить опасность в районе. От этого будет зависеть, когда спасатели смогут приступить к работе. Северная Осетия приходит в себя после сильнейшего урагана. Накануне из-за ветра и сильного дождя сразу в нескольких регионах возникли проблемы с электричеством и газоснабжением. Люди в некоторых городах до сих пор сидят без света. Завтра в Бобруйске синоптики обещают облачную с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный. Днем до 21 тепла. Ночью от 9 до 11 градусов. Плюс небольшой дождь. Кристина Ильянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!